Я попробовала сегодня какую-то новую матирующую пудру, она сделала полголовым и белой, поэтому весьма иронично, что я начинаю бьюти-видео с бьюти-фейла. Всем привет! Сегодня я хотела снять для вас макияж и также показать всю мою коллекцию косметики в колледже. Я привезла достаточно мало косметики, но в итоге это вылилось в замечательную коробочку с трех отделений, и вы очень многие просили показать вам косметику, поэтому я только рада, я только рада. Но начну с макияжа, я не думала заранее, какое буду снимать, просто буду, наверное, импровизировать, но есть одна заквоздка. Я не взяла кисти. Я помню этот прекрасный момент во время сборки чемодана, когда я собирала вещи и отставила кисти, чтобы я их могла помыть, и потом, когда они высохнут, положить их обратно в чемодан. До этого так не дошло кисти, чистые остались у меня в России, то есть ни одной кисти я не взяла, поэтому мне приходится руками все делать. Поэтому так этот макияж и назовем макияж пальцами. И начну я, конечно, в этой начну с этого средства. Я постараюсь не использовать много продуктов, которые вы и так видели. Это Ines Free Smart Makeup Blender. Это единственное просто средство в своем роде, которое у меня есть здесь, потому что я его использую как... Ну, что-то вроде базы, чтобы у меня было такое лицо уже сияющее как бы из места. И крема своего обычно я буду использовать CC крем от Clinique. Этот в оттенке. Конечно же, оттенок заклеен наклейкой. Very Light. Логично. Это, наверное, раз четвертый или пятый, когда я его использую. То есть я к нему еще привыкаю, пытаюсь понять, как его лучше всего наносить. Но, по сути, я любой ИИ, CC, BB крем наношу пальцами и наношу немного, потому что у меня есть привычка наносить сразу много, потому что я думаю, ну, это же не тональный крем, это более легкая текстура, поэтому надо наносить в два раза больше, и потом приходится убирать. И я немного захожу на область вокруг глаз, чтобы у меня не было отдельной линии, где заканчивается CC крем. На этом этапе я нанесу Master Prime от Maybelline. Это праймер под тени, и я наношу его на веки и также растушую на нижний век, поэтому я наношу именно перед консилером, чтобы потом... Это тоже был такой эффект, именно сияние. Мне этот праймер очень нравится именно по оттенку, потому что он выглядит как самостоятельный тень. Но я не знаю, будет ли он в России. Я очень надеюсь, что он рано или поздно появится, но пока его точно нет. Теперь консилер. Я использую Better Skin в оттенке Light 02 от Maybelline. Несмотря на то, что он в оттенке 02, а я всегда самый светлый оттенок, есть в нем во втором оттенке такой персиковый цвет, который перекрывает синий цвет под глазами. Давайте я лицо закончу. Сначала буду использовать Chubby Stick в оттенке Curvy Contour. По-моему, я вам его уже показывала. Я его наношу совсем немного под скулы, на виски. Я совершенно забыла, как называется эта область. Линия челюсти, поэтому я не пьюти-блокер. И пальцем все растушуем. Хайлайтер в Chubby Stick в оттенке Haptic Highlight. Буквец я наношу под бровью и на верхнюю часть скулы. Как меня Столяров научил на центр носа, только они по всему носу. Также над бровью немного. Я, кстати, в последний час не делала ничего, кроме как смотрела вайны. По инстаграм-аккаунте, по-моему, называется Best of Vines. Просто он был в рекомендованных. И я, вот, я не шучу, на час зависла и смотрела вайны. Но я не жалею, потому что это было очень смешно, и я от души похохотала. Мне не терпится посмотреть финальный материал съемки, то, что мы делали макияж в Большом Городе. Получается, снимали Make It Happen и макияж в Большом Городе. Ууу, вот в Make It Happen мне очень хочется посмотреть. Части румян я буду использовать. По сути, вот именно то, что пальцами можно носить. У меня, ну, помимо помад, есть Benetint и Estee Lauder. Вы прямо сейчас будете мной гордиться, как я немного наношу румян. Свежак. И теперь глаза. Для глаз у меня, кстати, есть очень много продуктов. У меня есть палетка 3-я Naked. Я обожаю. Вот самый любимый ваш и мой оттенок. Это Trick. О, он находится вот здесь. Вот он. И он невероятно красивый. Также у меня есть палетка, называется Rock Nudes от Maybelline. Она выглядит вот так. Также у меня здесь много разных Color Tattoo, но с Color Tattoo я точно делаю макияж, поэтому давайте палетка вы... Я знаю, что это видео называется макияж пальцами, но я никогда такие спонжи не использовала. Давайте я использовать буду вот этот оттенок. Он вроде не сильно яркий, не сильно тёмный. Ага. Всё-таки он достаточно светлый, поэтому я его буду использовать только на внутренней части. Под бровь я нанесу вот этот оттенок, который не белый, а бежевый. И хочется использовать вот этот зелёно-бронзово-золото-чёрный. Вот он. Но совсем немного. И бровь я буду использовать Brow Drama Pomade от Maybelline. Я буду использовать щёточку от Billion Dollar Brow. Я сняла продукт и просто слегка притяжу. Я уже пару раз, по-моему, использовала вот этот помэйд от Maybelline. И Юра рассказывала, что на показах они постоянно красили им глаза. И я на днях тоже попробовала. Ну, крутой эффект. Он, конечно, не солнце для глаз, но тоже можно попробовать. И у меня оттенок самый сверху. Я, когда делаю брови, всегда потом с нескольких ракурсов на себя смотрю. Я зеркало ставлю ниже и проверяю, что вот здесь всё симметрично получилось. Потом выше. И смотрю, что верхняя часть получилась одинаковая. Вроде всё окей. Определённо ресниц не хватает. Сегодня давайте Чаби. Вернусь к ней. Потому что мне хочется большие ресницы сегодня. Beauty-блогер от Бобби. И последнее. Это губы. Сначала давайте карандаш нанесу. Это MAC Half Red. Почистую помаду. Это матовая помада номер 950 от Maybelline. Но я её сейчас попробую. Я не уверена, что я с ней останусь. Мне она всё-таки кажется слишком яркой. Давай сюда капельку... Капельку Lime Crime. Всё же он как-то немного в тихом мире. Так мне определённо намного больше нравится. И сейчас я вам покажу всю свою коллекцию, которая у меня с собой в колледже. Не пугайтесь. Я понимаю, что вы не увидите в фокусе сразу всё. Поэтому я буду доставать по одному продукту. Первая. Это палетка Naked 3 от Urban Decay. И все её прекрасные оттенки. Ещё раз поближе мой самый любимый. Это Trick. Но вот начиная от него и заканчивая, наверное, Dust, я использую чуть ли не каждый день. Хотя по ним вообще не видно. Будто я серьёзно просто новая палетка. Ну разве что Trick слегка выдаётся. Следующая палетка это The Rock Nudes от Maybelline, которую я только что использовала. Я сегодня использовала вот этот серебристый оттенок и вот этот золотой. Я только сейчас поняла, что я использовала серебро и золото в одном макияже. Но вот она. Я не скажу, что я вижу себя использующей эту палетку очень часто. Просто потому, что я предпочитаю более светлые оттенки. Но я бы определённо хотела, скажем, вот этот синий попробовать и вот этот чёрный с серебряными блёстками. Поэтому так или иначе я её точно буду использовать. CC крем от Clinique в оттенке Very Light и ИИ крем от Estee Lauder в оттенке Light. Light уже совсем заканчивается. Буквально, мне кажется, ещё неделя есть. И потом перейду уже к креме. Два консилера. Это Clinique Airbrush в самом светлом оттенке и Better Skin от Maybelline во втором оттенке. Благгеры для бровей в самом светлом оттенке. Это Billion Dollar Brow и Kimmy Brow от Benefit. Сейчас я использую в основном Billion Dollar Brow, но когда он закончится, я просто перейду к нему, потому что это мой один из самых любимых продуктов для бровей в принципе. Также бровь драма помыть, который я использовала сегодня. Также у меня есть этот маленький спонжик от Maybelline, который мне дали на неделю моды. И у него небольшая подставочка. Я думаю, мне сегодня уже надо его помыть. Я мало что про него знаю. Я точно знаю, что его нужно именно в сухом виде использовать. Но ничего колоссального он не делает. Когда пальцы надоедают пользоваться, я использую его. Пудра от Clinique. Моя старенькая. Ну как, относительно старенькая. И года ещё нет. Но это та пудра, которую я использую всегда. Это в оттенке Neutral Light. А сама пудра Almost Parer Makeup. Я точно не использовала неоднократно в своих видео. Румяны. Несколько румян от Maybelline. Три, по-моему. Да, три. Это очень напоминает мне оргазм от Nars. Это в оттенке Color Fever. И мне очень нравится их упаковка. Но я помню, первый румяна очень долго пыталась открыть. Я не могла понять, каким образом это делать. Два дальше нейтральных оттенка. Этот совсем светлый, но пару раз я тоже использовала, когда совсем нужно немного румян. Это в оттенке Rosewood. Вот такой оттенок. Совсем-совсем светлый. И второй оттенок. Это Pink Amber. Он более тёмный, более розоватый. Он всё ещё достаточно светлый. И да, это кисточка от Benefit, которая шла в каком-то маленьком наборчике. Единственная кисточка, которая у меня есть с собой. Но её тоже надо помыть. Ещё у меня здесь есть лица вот эти румяна от Estee Lauder. Прекрасные. Невероятно естественные. Дают очень красивое свечение коже. Smart Makeup Blender от Innisfree, который я тоже уже заканчиваю. Charly Stick от Clinique. Хайлайтер и бронзер. Очень красивый продукт. И я определённо хочу ещё больше с ними сделать видео. Кошка Benetint. Я когда вот в Нью-Йорк ешь, я беру только его, потому что он и для лоб, и для щёк, и упрощает мне жизнь в 20 раз. Из туши у меня есть Clinique Chubby Lush, который вы уже видели. Далее новая тушь от Maybelline Lush Sensational Lashes Full Fan Effect. По-моему, видео я ещё не использовала, но в жизни я уже её активно пробую. Она очень жидкая, как многие туши Maybelline поначалу. Поэтому, вот если вы не очень любите жидкие туши, просто дайте какое-то время, она слегка подсохнет. И маленькая Кэмпакт от Clinique. Ещё один CC-крем от Clinique. Он мне нравится даже больше, чем вот этот розовый, но он неправильного оттенка, он слишком тёмный. И, возможно, я загорю как-нибудь до такой степени. Или, не знаю, если сильно постараться растушевать, или использовать его как бронзер. У меня есть 4 Color Tattoo в оттенке Moe Crush. Невероятно красивый, переливающийся небесный цвет. Eternal Gold. Знакомый, думаю, многим уже. Золотой цвет. Такой более жёлтый-золотой. Burning Top, он ещё закрыт у меня. Это матовый оттенок серо-коричневый. И Eternal Silver. Он тоже закрыт, но это просто серебряный цвет. Я его, помню, делала сводч как-то. Ну, просто серебряный, как он здесь. Такой он и на руке уходит. Карандаш от Maybelline. Да, Master Precise Skinny. Я его использовала несколько раз. И растушевывала даже в видео, кстати. Он выдвигается, но что нужно помнить с такими карандашами, что они выдвигаются только в одну сторону. Поэтому сразу много нельзя. Вот, пожалуйста. Нормается, если перестараться. Поэтому просто чёрный карандаш тонкую линию делает. Очень всегда полезно. Потом Brow Satin. Я и не знала, что у меня есть Brow Satin с собой. Это один из моих самых любимых карандашей. Master Prime, который я сегодня использовала. И вот этот карандаш. Божественный карандаш. Я просто вам покажу его. Я считаю, что вы не можете почувствовать эту текстуру. Это бежевый переливающийся карандаш. Юра мне его использовал на слизистой. По большей части. Потому что мы красились очень рано утром. Ну, посмотрите, какая это красота. Здесь оставшиеся это губы. Давайте из того, что вы уже видели. Lime Crime в оттенке. Я взяла Riot. То, что я сегодня использовала. Очень естественный оттенок, если особенно немного наносить. NARS в оттенке Dragon Girl. Это какой-то Rainbow любимый цвет Taylor Swift. Два оттенка Verity Matte Liquid от Maybelline. 45 и 40. Матовый помады от Maybelline. 960, 950, 65 и 30. Одинокий блеск для губ от Estolodal. Просто очень хороший блеск. И больше про меня даже говорить ничего. Нет, косметика начинает падать. Так, сколько у меня... А, надо же. У меня был, оказывается, Sour с собой. У меня два карандаша от MAC. Sour и Half Red. Я как-то говорила о них в фаворитах. Потом карандаш от Clinique Intense Passion. Я с ним тоже делала макияж с красными губами. Потом еще одна матовая помада. Ух ты, у меня есть еще одна Vivit Matte Liquid. Это очень-очень яркий красный. Бум. Еще одна матовая помада в оттенке Last for Lush. Blush. Я все время называю его неправильно. Очень красивый, естественный оттенок. Особенно, опять же, если немного наносить. Но он дает такой вот сиреневатый оттенок в стиле Rosy Huntington Whitey, которую я всегда, мне кажется, упоминаю, когда у меня есть какая-то сиреневая помада. И также три-четыре Baby Lips. Один более новый, в котором сердечко еще есть. Один уже, мягко говоря, поиспользованный. Еще один Baby Lips тоже новенький с сердечком. Он вообще нежно-нежно-розовый. Я пока им не буду пользоваться. И также Baby Lips, который больше я использую уже по вечерам, когда я ложусь спать. Потому что я, разумеется, не хочу никакого цвета на своих подушках. И он просто лечит губа. И также карандаш. По-моему, единственный у меня, да, от Maybelline Color Drama. Просто более темно-красный. И последний продукт – это блеск, который я использую тоже достаточно часто. Очень кремовая, я бы сказала, карамельная текстура. И карамельный цвет, и карамельный аромат. Поэтому просто можно назвать блеск карамелька. И это вся моя косметика. Большинство продуктов вы, конечно, уже видели дома. Но многие продукты здесь либо новинки для меня, либо новинки в принципе. Типа вот этого продукта. Да, но я надеюсь, что вам понравилось это видео. И увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok